Всем привет! Пишет мне мой тезка Вячеслав, ему 19 лет. Он говорит, а можете мне помочь сыграть мелодию на губной гармошке? Я там слушаю аудио-новеллу и там играет губная гармошка. И присылает мне запись, называется она, сейчас я гугл включу, как бы сказал японец, переводят с японского родной город. Я ему говорю, слушай, она очень простая, это хроматика, но она на диатонику прям один в один перекладывается, там он кнопку не нажимает, можно на обычной до гармошки сыграть. Он говорит, ну знаете, мне проще вам заплатить, я говорю, ну конечно тебе проще заплатить, давай, я тебя научу и ты сам снимешь, это будет лучше, ну чем вот я буду снимать. Говорю, давай так, я тебе скидку сделаю 500 рублей, ты разберешь ее сам, а я потом тебе видео запишу. Он говорит, о, давай, отлично. Я ему скинул видео, где я разбираю, как я пользуюсь транскрайбом для съемки мелодии, он там что-то пару дней поковырялся, присылает мне полностью снятую мелодию. Говорю, слушай, ты 500 рублей сэкономил, давай ты еще 500 сэкономишь, я ничего не буду тебе записывать, мелодию ты снял, зачем тебе мой разбор? Он говорит, не, ну вы обещали, я говорю, давайте, вы мне обещали музыку записать, я говорю, ну ладно, раз действительно обещал, давай запишу. Я сейчас сыграю на до гармошки акапелла, прямо вот так же, как у него в записи написано, а потом включу транскрайб и покажу, как я это разбираю, это действительно полезно, и там есть пару таких интересных штучек, которые было бы интересно посмотреть, если вы хотите научиться самостоятельно снимать мелодии. Хрусото, гармошка, до, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, ну очень просто, единственное, что без ритма, без сопровождения тяжело играть, потому что там все длительности надо запомнить, как он играл, ну чуть короче, чуть длиннее, неважно. Вот, на этом, в общем-то, все, и больше играть сегодня ничего не буду, но зато, кому интересно, я покажу, как в транскрайбе можно было, и как, собственно, мой тезка Вячеслав это все делал, это универсальный способ, и если такие мелодии вам встречаются, вы действительно можете их самостоятельно снимать. Вот, мы загрузили ее в транскрайбе, смотрите, какая штука классная. Вот здесь есть «Показать спектр». Когда вы выделяете мышкой какую-то ноту, она ее показывает, какие частоты сейчас звучат. Вот основной тон – это нота ля, соль. И вот она на клавиатуре. То есть даже слушать не надо, тут прямо нарисовано. Вот у нас нотка следующая. Какая нотка? До. Четыре выдоха. Три вдоха, как вы можете понять, нотка Си. И опять до. Ре, ми. Поточнее надо выделить. Опять до. И следующая нотка. Вот она, эта фраза. Мало того, что мы ее услышали, во-вторых, мы ее увидели и на гармошку перенести. Если вы можете определить ноту, вот она. Соль. Соль. Мало того, что мы ее услышали, мы ее услышали, и на гармошку перенести, и на гармошку перенести, и на гармошку перенести. Вот мы и сняли первую фразу, очень просто. Смотрите опять. Нота. Соль. Три выдоха. Си. Три вдоха. Си. Вот она, эта фраза опять. Дальше такой же кусочек, только последняя нотка отличается. Си. Вот они. Их главное видно. Вот смотрите, когда других инструментов нет, основные ноты, все какие играются, а их видно, их спектр транскрайб показывает. Ну что, снимаем дальше? Си. 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 выдох еще раз 5 выдох 5 выдох вот они все прям нарисованы надо меньше брать, чтобы нота ми 5 выдох 6 вдох 7 вдох 6 выдох 5 вдох 6 выдох 4 выдох вот это место, вон где ошибся, это нота ля на гармошке ноты ля внизу нету, ее надо либо бендом брать, либо ну, либо вот я на пади рихторе сыграл нота ля такая но зато вот так играется ну, до конца тут немного осталось ничего нового я больше не покажу самое главное, что вот эта запись она оказалась очень простая и во-первых, она на до гармошке играется во-вторых, там только гармошка и Transcribe с этим очень хорошо справляется еще и показывает ноты, которые надо играть вам остается только действительно убедиться на слух, что это та нота и найти ее на гармошке на гармошке ноты тоже очень просто искать есть табличка с расположением нот на гармошке если вы видите ноту на клавиатуре и знаете ее название то точно так же ее можно найти на гармошке или ищите на слух это тоже не сложно, в данном случае это вообще очень просто оказалось и человек, который вот никогда этим раньше не занимался он сам справился но я ему действительно обещал записать разбор так что я вот выполнил его просьбу на этом я с вами прощаюсь ставьте лайки, подписывайтесь на канал регистрируйтесь на сайте видеогармошки.ру где я всегда выкладываю табы и минусы к своим видео но к сегодняшнему видео будет только оригинальная запись все, до скорого, пока еще увидимся субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok